Федеральная программа «Самбо в школу» вышла на новый уровень – соревновательных. Ребята, изучающие боевое искусство в рамках школьной программы, пробуют свои силы в первом турнире. Всероссийское состязание собрало 16 команд из разных регионов России – от Новосибирска до Калининграда. Это дети, которые пошли в проект. И третьим уроком физкультуры мы сегодня преподаем наш отечественный вид – самозащита без оружия, где дети учатся правильно хватать, и тем, кому это нравится, они уже профессионально занимаются в секциях самбо при школе. Вот сегодня здесь как раз и пришли те дети, которые участвуют в этом проекте и занимаются как доп. образованием в секции при школе. Одинцовский район представляли ребята спортивного клуба «Альфа-единоборство» – 8 спортсменов, которые занимаются самбо в Одинцовской лингвистической гимназии. Своё мастерство самбисты могли показать в личном и командном зачётах. Сам проект самбо в школе является очень важным с точки зрения того, что это проект, который позволит многим мальчишкам и девчонкам приобрести уверенность. Способствует тому, чтобы они, по сути дела, в этом возрасте избежали травмы. Но самое главное другое. Они позволят сегодня создать в окружении себя таких же ребят и девчонок, которые придут в эти клубы и будут заниматься нашим отечественным прекрасным видом спорта. Одинцовские самбисты проявили волю к победе и завоевали третье общекомандное место, уступив сборным из Сочи и Калининграда. Для восьми человек мы заняли одно первое, два вторых места и три третьих места. Это, в принципе, неплохой результат для нашей команды. Проект «Самбо в школу» реализуется в России с 2016 года. Третий урок физкультуры, отданный под освоение этой спортивно-боевой дисциплины, призван повысить уровень физической подготовки школьников, привить уважение к национальному спортивному достоянию и вселить уверенность, ведь навыки самообороны без оружия в современном мире актуальны как никогда. Ура, Одинцова! Мария Плепольская, телекомпания Одинцова.